После фейковых новостей, фейковые рейтинги. Дональд Трамп ополчился не только на журналистов, но уже и на социологов. Американскому президенту не понравились результаты опросов, опубликованные накануне. В то же время он назвал цифры не такими уж и страшными, чем по сути их признал. В противоречивых заявлениях Трампа пытался разобраться Дмитрий Анопченко. Рейтинг президента в Соединенных Штатах замеряют регулярно, как температуру при сильной простуде. Чтобы вовремя прописать лечение, если тыфры уж слишком зашкаливают. И похоже сейчас тот самый случай. Опрос, проведенный по заказу газеты Washington Post и телеканал ABC, показал, рейтинг Дональда Трампа по итогам первых шести месяцев его работы снизился до 36%. Такого в Америке последние 70 лет не было. Что у Обамы, что даже у Буша-младшего, этот показатель был почти вдвое выше, под 60%. Социологи выяснили, 58% американцев недовольны сейчас работой новой команды. Есть еще один тревожный факт. Каждый второй признался, что не доверил бы Трампу переговоры с Путиным. 47% опрошенных сказали, что не доверили бы новому президенту переговоры ни с кем из мировых лидеров. Сам президент к социологам традиционно не прислушивается. Мол, тем, кто в свое время предсказал победу Клинтон на выборах, и сейчас веры нет. Написал в Твиттере. Опросы были, пожалуй, самыми некорректными за все время избирательной кампании. Однако результат почти в 40% не так уж и плох для сегодняшней ситуации. В сленге новой команды даже выражение появилось. Fake ratings. Фальшивые рейтинги. По аналогии с ярлыком фальшивые новости. Там уверены, что социологи намеренно так формулируют вопросы и так подбирают респондентов, чтобы получить заведомо низкий результат. Понятно, что высоких рейтингов не может быть в принципе в условиях, когда новый президент пришел сюда в Белый дом, а половина страны желала победы его конкурентке. Но нынешние цифры тревожные. Несмотря на то, признают их на официальном уровне или нет, поэтому команда Трампа сейчас, не особо афишируя, будет делать все возможное, чтобы заветные цифры подросли. Один из верных способов для этого – жесткая политика за пределами страны. Ведь единственный раз, когда рейтинг Трампа подрос, это после ударов по Сирии. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.